Юные журналисты на ЛРТ. В редакции телеканала побывали ученики Люберецкой студии телевизионного мастерства «Кадр». Это мероприятие прошло в рамках 11-й медианедели Подмосковья. Экскурсию для ребят провели главный редактор Елена Кирсанова и мои коллеги. Итак, я вас рада приветствовать на телеканале ЛРТ. Это Люберецкое районное телевидение. В этом году наш канал отмечает 15 лет со дня своего основания. Впервые дети оказались по ту сторону экрана. Здесь можно узнать из первых уст, с чего начинается телепроизводство, какими качествами должен обладать настоящий профессионал. И побывать в самом сердце телеканала, в аппаратной. Отсюда идет вещание на весь округ. Ведущий работает в прямом эфире. У юных репортеров появилась возможность задать вопрос человеку, которого они только что видели по телевизору. Меня зовут Написо. А как у вас получилось прийти на телевидение? Я всегда хотел работать либо на радио, либо на телевидение. Для этого приходилось очень много читать. Читать желательно, конечно же, вслух. Работа ведущего – это еще не все. На телеканале много других людей, которые участвуют в телепроизводстве. Это корреспонденты, монтажеры, операторы. Они тоже поделились своим профессиональным опытом. Нравится ли вам эта работа? Да, мне нравится работа. Когда я монтирую, я люблю начинать, например, с адресников. То есть, если у нас это съемка на улице, мы можем показать большой такой общий план. Самой интересной частью экскурсии стала работа в студии. Молодые журналисты примерили микрофон и попробовали себя в роли ведущего новостей. Поехали. В гимназии 41 прошел спортивный праздник. Рассказать новость с первого дубля получилось не у всех. Многие слова не поддавались произношению. Оказалось, что работать ведущим не так просто, как выглядит в информационных выпусках. То чувство, когда ты стоишь, и там вот суфлер, и ты должен читать, при этом еще следить за интонацией. Это очень сложно, но при этом очень интересно. Мне, наверное, больше всего запомнилось, как я была в стиле ведущей. Эта экскурсия мне очень понравилась. Узнал, что происходит за кадром, чего не видно во время самих новостей. Экскурсия прошла в рамках 11-й медианедели Подмосковья. В эпоху современных технологий дети получают огромное количество информации из самых разных источников. Медиа образование помогает подросткам ориентироваться в информационном потоке, а также сделать осознанный выбор своей будущей профессии.